всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про танк т-95 американская пт сау 9 уровня якобы бронированная медленная давайте познакомимся с ее броней и так во лбу тут 400 300 миллиметров в общем голдой можно пробивать в лоб если стрелять чуть выше нлд верхней части брони побольше в маске 400 500 миллиметров маску стрелять смысла никакого нет но 2 нлд 260 миллиметров можно даже без голды с некоторых орудий пробивать 9 10 уровня или голду и 8 уровня также сверху у нас имеется два лючка 216 миллиметров которые пробиваются очень легко также по бортам у нас имеются толстые гусеницы которые якобы должны нас наверное защищать и не впитывать урон но на самом деле это одна из самых уязвимых зон вот примерно под таким углом в бочину каток пробивается очень легко там примерно 160 миллиметров все пробивается крайне легко если мы сзади посмотрим то там имеется над гусеничная полка которая вообще тоненькая 25 миллиметров и она ничего вообще не может танковать по сути борта у нас тоже не сверх толстые поэтому вся основная броня у нас во лбу броня у нас целом имеется но портят все эти лючки сверху которых аж два штуки они легко пробиваются хоть и на ю тубе отключили монетизацию видео делать сложно долго но все же я продолжу для вас сделать видосики пока вы сможете их на ю тубе смотреть поэтому не забывайте ставить лайки писать комментарии чтобы у меня не пропадало желание для вас сделать видосы но если возможность смотреть видосики на ю тубе пропадет то вы всегда знаете где меня найти на трава ссылка в описании я там стримлю одновременно с ю тубом стримы и происходит и на трава иногда там уже даже онлайн больше чем на ю тубе лишний раз напомнил поскольку танкисты как обычно все пропустят им нужно все напоминать 1 200 итак возвращаемся к нашим т95 американская птшка 9 уровня у которой наверное вы все думаете что основные проблемы это скорость и вообще наверное она слабая фу бяка не очень я когда встречал эти танки против себя в рандоме мне в принципе не сложно было их нагибать но сильные они или нет я в принципе скорее думал что нет поскольку мне было легко их убивать но планка на три отметки вот и 95 3700 для девятки это немало это грубо говоря один из топовых результатов значит танк показывают хорошие результаты и основная аудитория world of tanks а вы сами знаете кто это такие это лучшие игроки на планете земля они показывают нормальные результаты на вот этом вот не едущем корыте значит что-то в нем есть и давайте разбираться что же но во первых самые большие проблемы этого танка далеко не в скорости а скорее лично для меня основные проблемы были в том что орудие не опускаются она довольно таки кривущие в плане стрельбы и как же легко пробиваются катки это вот три вещи которые больше всего бесит в этом танке вообще не скорость но едет она 20 но едет она с турбиной там 24 ну и чё проблема не в том что он так едет проблема в том что его фишка в чем что он может в любой проем высунуть свое лицо и более-менее безопасно врагу дать выстрел и закатиться назад но в чем могут быть проблемы в таком стиле ведения боя во первых катки могут взбить не только просто сбить а еще и с уроном сбивать причем иногда по прямой иногда наискосок они настолько легко пробивается что это просто жесть поэтому я считал этот танк слабым и мне легко было их убивать поскольку очень легко пробиваются передние катки но еще что нам мешает это 5 градусов у вены танк низкий но пушка торчит просто прямо это ужас так еще и стабилизация ее хорошие не назовешь да и сведения базовая 2 и 5 это далеко не хорошее сведение а стоим полевой модернизации что я использовал я сведение ухудшил еще сильнее поскольку я улучшил точность потому что точность тоже 038 стрелять раз в 13 секунд и стрелять мимо не очень приятно но тут у нас выбор быстрее сводиться или все-таки свестись и точнее попасть по полевой модернизации все просто выбираем проходимость грунтов чтобы быстрее ехать выбираем точность чтобы попадать хоть иногда точность у нас не к черту потом выбираем обзор поскольку нам нужны циферки в отметку маскировка после выстрела какая маскировка на т-95 после выстрела вышел больной никакой маскировки мы тяжелый танк среднего ближнего боя ну и в конце в полевой модернизации улучшаем скорострельность до казалось бы увеличение хп и защита экипажа от ранений лучше мы же якобы тяж ближний бой все дела но вы видели насколько там хп увеличивается на 40 это чего нас спасет 40 хп от укуса комара честно говоря я эти 40 хп не понял а вот улучшение скорострельности да это ощутимо это я заметил какое оборудование я в итоге использовал я пробовал разные версии и без турбины и с турбиной и все на точность и не на точность в итоге я пришел к выводу что турбину ставим обязательно досылатель ставим обязательно что вы поставите третьим по сути вы можете туда и вентиль поставить и приводы наводки и даже наверное закалку по сути там уже все равно это два самых важных и критических оборудования которые реально очень сильно влияют третье же оборудование я допустим поставил вентиль он плюс минус улучшает все где-то там обзор лишний где-то там дпм чик где-то чуть сведения в целом немного точности в общем всего понемногу но больше всего мне не хватало скорости сведения поскольку стабилизация но ее нет возможно было бы прикольно играть с приводами наводки может быть даже можно было поставить и закалку чтобы где-то лишний раз подольше пожить но пушка была бы еще кривее без вентилятора в общем и целом подводим итоги что мы получаем довольно таки сильную птшку 9 уровня на которой честно говоря легко играть в некоторых ситуациях ты просто едешь по этим коридорным картам ворду танкс выбираешь какую-то канаву какое-то направление желательно стяжами и просто как по рельсам поехал вперед просто нажимая выстрел такие боев было много но бывают и бои где карты так сделаны что тяжело выбрать направление широкие открытые карты там с болотами и куда-то объезжать это просто ужас поэтому черный список я добавлял прохоровку и малиновку потому что длинные большие широкие карты с полями это не мое еще одна из самых плохих карт для т-95 на мой взгляд это карелия и эрленберг поскольку на эрленберге очень узкие неудобные улочки на которых тяжело крутиться вертеться и только на одном берегу где прямая улица можно туда просто въехать лицом и на убой стоять как свинья и карта карелия которая очень широкая разделены фланги открытая с дальними прострелами нам стрелять вдаль неприятно у нас пушка кривая ехать в далеко нам тоже неприятно это одни из самых отвратительных карт которые вам могут попасться но на удивление одни из самых любимых карт это энск маленькая городская карта очень быстрая по геймплею очень быстро там бои играются но очень приятно и удобно ее играть на т-95 и еще на удивление мне кажется ни одного раза за 100 чем-то боем не выпала карта аэродром хотя она не была в черном списке вы представляете сыграл 100 чем-то боев над и 95 и одну из карт я вообще ни разу не видел то есть по сути чтобы правильный гайд на этот танк сделать мне еще наверно боев 100 надо сыграть а теперь вспомните гайды некоторых гайдоделов которые делают гайдики сыграл на танке 2-3 боя что они могут вам о танке рассказать что пушечка делает пух-пух а на w танчик едет простой геймплей где мы на средней желательно дистанции выкатываемся в какие-то коридорные проемчики даем альфу и закатываемся назад на стримах вы можете посмотреть как я это делал на ю тубе в записи все осталось и на трава в записи тоже все хранится хоть на трава и не бесконечно хранится запись но еще месяца два там она будет лежать поэтому можно спокойно смотреть записи как я играл над 95 и на остальных танках тоже до в ближнем бою легко пробивает ручки до безу внов тяжело играть через рельеф до катки пробиваются но у нас есть пробитие 276 ббшкой я голдой почти никогда не стрелял поскольку голда это подкалибер с пробитием 320 я подкалиберы не уважаю и 320 пробития подкалибером на фоне ббшки 276 это честно говоря ну такое себе да иногда ими хочется или даже может быть нужно пострелять но я ими практически за 100 чем-то боев стрелял дай бог раза два три а так они почти никогда не нужны но в целом за счет пробития за счет альфы и так или иначе лоб рубки очень бронированный много боев где ты безопасно выкатываешься в коридорные направления дурацких карт ворду танкс и просто бесплатно дамажишь врагов да и заехать куда не надо на такой скорости сложно поэтому этого танка такая высокая планка на 3 отметки поскольку он не сложный в меру сильный и как я понимаю много скилла не нужно чтобы его реализовать а мне допустим было легко брать на нем три отметки и держать высокий результат я бы не сказал бы что это самый простой танк но после того как я там на всяких т110е3 брал три отметки этот танк как прогулка на расслабончике но в субботний рандом когда ни одного адекватного игрока нет вокруг тебя лучше на т95 не играть поскольку в дурдоме на т95 сложно реализоваться из-за того что черти чего происходит в нормальных обычных адекватных более менее насколько это возможно ворду танкс на т95 легко играть когда в рандоме все занимаются черт чем лучше сделать перерыв вот такой вот танчик т95 я как ни странно рекомендую к тому чтобы прокачать и поиграть на нем на нем крайне легко играть самое противное что вы на нем можете встретить это если вы приедете в ближний бой и будете стоять торговать лючками или если вы будете ехать через холм вам будут прямые катки сбивать с уроном это две самые грубые ошибки которые можно сделать на т95 танк хоть и как тяж играется но прям впритык играть лучше не стоит его впритык пробивать легко средняя дистанция это ваша дистанция вот такой вот танчик т95 рекомендую в целом с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайк и всем пока